Новый аппарат УЗИ появился в детской поликлинике номер 2 Петропавловска. Современный ультразвуковой сканер уже установлен. Сейчас специалистов медучреждения учат на нем работать. Если можно привести аналогию с автомобильными производителями, это представительский класс в мире диагностического ультразвука. По возможностям, прежде всего по качеству визуализации, по удобству работы. Ну вот это действительно топ в мире ультразвуковой диагностики. Безусловно, какие-то нюансы и его передовые возможности коллегам показать надо. Но в целом его интерфейс интуитивно понятен и логичен. Если коллега сядет, если будет возможность не торопясь разобраться с его функциями, как правило, в общем-то, все понятно. Главное не бояться этого прибора. Он во многих случаях подсказывает, многие процессы здесь автоматизированы. По сравнению с классическими приборами, которым доктора примыкли. В аппарате есть особый режим, который специалисты называют виртуальной пальпацией. Он позволяет оценить жесткость и эластичность тканей, в то время как обычный ультразвук дает информацию только об акустических свойствах тканей. Ультразвуковая диагностика – это операторозависимый метод и аппаратно-зависимый метод. Без грамотного специалиста реализовать возможности этого прибора полностью не получится. Можно его использовать так же, как простые примитивные приборы, нажимая всего на все три кнопки. А можно реализовать все эти возможности. Безусловно, это потребует времени, усилий каких-то в плане самообразования, и образования в очных каких-то мероприятиях и так далее. До этого специалисты наши работали тоже на неплохих сканерах, но, к сожалению, в настоящее время они физически и морально устарели. И специалистам уже сложновато было работать на них. Поэтому это приобретение за 11 миллионов рублей для нашей поликлиники имеет огромное значение. Сейчас идет настройка оборудования и обучение наших специалистов, врачей ультразвуковой диагностики. Я думаю, что приобретение этого аппарата значительно повысит качество оказания медицинской помощи детям, в том числе и диагностической. Совершенно другой аппарат, на котором мы работали раньше. И качество разрешения, и картинка. Я думаю, что нам будет большая помощь, соответственно, и детям тоже. Аппарат УЗИ приобретен за средства, которые предусмотрены под программой охраны здоровья матери и ребенка, госпрограммы развития здравоохранения Камчатки. Также в детской поликлинике номер два обустроили новое рабочее место лор-врача и установили электрокардиограф. К концу декабря в учреждении ожидается появление современного рентгенаппарата. Добавим, что в этом году для повышения качества обслуживания камчатцев новое оборудование закупили для 15 медучреждений края.